так еще раз всем добрый вечер сегодня мы с вами поговорим о космосе об его исследованиях и собственно о том чем это нам всем полезно здесь на земле я думаю многие из вас слышали о каких-то космических новостях каких-то исследованиях многие читают в интернете там что-то произошло что-то обнаружили что-то исследовали но все это в большинстве случаев пропускают мимо ушей потому что ну никто не особо не понимает не разбирается зачем это нужно кому это интересно и вообще сегодня я постараюсь вам довести и рассказать о том чем конкретно нам каждому из нас на земле нужны эти исследования зачем это происходит и вообще все поехали и так для чего нужны космические аппараты и какие они бывают это автоматически межпланетные станции которые нужны для исследования различных тел солнечной системы но другие мы пока не проникли сможет слава богу также для исследования космического пространства для исследования излучения частиц и всего прочего за пределами нашей земли и нашей орбиты то есть сюда входят и всякие зонды исследовательские и разные летательные аппараты которые занимаются дальними полетами в дальние уголки нашей солнечной системы здесь вы видите аппарат voyager 1 который в данный момент находится уже около 23 миллиарда километра 23 миллиарда километров от земли это пока что наиболее отдаленный объект созданный человеком от земли он вышел уже межзвездную среду и сейчас ученые получают данные о том что находится за пределами нашей солнечной системы другой тип летательных аппаратов космических это спутники искусственные спутники земли они нужны для различных целей это спутники дистанционного зондирования земли об их задачах мы поговорим чуть позже это спутники связи телевидения это орбитальные космические телескопы такие как хаббл многие из вас видели его снимки в общем-то почти все снимки сделанные снимки космоса и различные их туманности сделаны высоком разрешении это заслуга хаббла дальше это пилотируемые орбитальные станции они нужны для того чтобы экипаж на них жил долгое время выполнял какие-то функции похожие с теми которые они выполняют на земле но там немного другие условия и поэтому экипажу нужно нужно обеспечить жизнедеятельность в этих тяжелых условиях для этого созданы такие станции на данный момент одна только из них функционирует это международная космическая станция далее это пилотируемые космические корабли которые нужны для доставки грузов и экипажов на данной станции на орбиту земли к другим местам солнечной системы для выполнения определенных задач то есть на их борту находится человек или несколько и плане доходы то есть это аппараты которые высаживаются на различные тела производят непосредственное исследование грунта атмосферы газов и так далее минерального состава то есть ученые могут с помощью них узнать как геологическую историю данного объекта какие на нем условия существования может ли там потенциально человек поселиться и так далее и спусками аппараты нужны для того чтобы безопасно доставить грузы либо тот же экипаж обратно на землю для того чтобы они выдержали высокие температуры при прохождении плотных слоев атмосферы и не сгорели собственно для того чтобы все эти аппараты доставить в космос нужны ракеты-носители которые также являются чрезвычайно сложными техническими аппаратами и они нужны для того чтобы вывести на орбиту либо за ее пределы различные космические аппараты здесь вы видите на этом графике бюджет наса за всю ее историю существования на данный момент за 17 год выделены средства на исследование наса было в абсолютном эквиваленте это идет нас половина миллиардов долларов за 17 год и это всего лишь составила менее чем пол процента бюджета сша за 17 год примеру пик приходился при пик финансирования наса приходился на программу полон когда тратились колоссальные средства космической гонки для того чтобы сша высадилась на луну и провело свои исследования там к чему это показывают для того чтобы вы поняли какие средства выделяются на космическую отрасль и собственно из-за чего я выбрал эту тему потому что многие люди особенно в сша то есть налогоплательщики там интересуются куда идут их средства и здесь я представил нас и как я считаю передовую организацию которая проводит такие исследования в области в космосе и поэтому я представил этот график для того чтобы поняли какие средства выделяются на эти исследования в одной только наса 19 миллиардов за семнадцатый год было потрачено на это для сравнения бюджет украины составил за семнадцатый год 26 миллиардов долларов ну то есть нам такой объем пока что не по плечу собственно задача опять же этих спутников я уже вкратце рассказал дистанционно задерживание земли это те аппараты которые наиболее актуальны людям на земле то есть нам с вами это наиболее помогает то что нам нужно каждый день это прогнозы погоды без этих спутников которые висят на орбите мы бы не смогли получать с вами точные прогнозы погоды на длительный период без инфракрасных снимков которые делаются каждый день с орбиты то есть мы ученые и метеорологи не смогли бы предсказывать как поведут себя циклоны антициклоны и барийские системы далее так кинография то есть предсказывается где будет какие там различные изменения в океане таяние ледников и глобальное изменение в климате также это геодезия картография сельское хозяйство связь интернет спутниковое телевидение тоже многие из нас пользуются и прочие задачи значит станции межпланетные как мы уже говорили это одни на из наиболее сложных технически летательных аппаратов потому что они имеют на борту свои инструменты которые строятся впервые потому что они нужны для для исследования тех глубин космоса куда еще ни разу не проникала человеческая аппарата созданная человеком и вообще человек поэтому это один из наиболее сложных аппаратов здесь вы видите фото планеты нептун сделанную аппаратом new horizons и запущенным наса собственно до него этого такого четкого фото не было и смутно люди представляли как она выглядит в реальности но орбитальная станция как я уже говорил для жизни экипажа проведения экспериментов тех которые нельзя провести здесь на земле например микрогравитация либо невесомость ее подробно называют она позволяет исследовать людям как сможет функционировать человек как сможет функционировать другие биологические существа в этой среде на протяжении длительного периода одной из актуальных глобальных задач в этой области является сможет ли родиться человек в невесомости например при полетах к другим звездам потому что в этом году нас уже заложила свой бюджет разработку двигателя для межзвездных перелетов но сейчас они только разрабатывать физическое физическое обоснование и концепт этого двигателя собственно чему мы пришли потому что нужно понять как конкретно нам каждому из нас эти технологии помогают повседневной жизни мы используем различное множество техники бытовой в том числе различное множество девайсов каждый день и информации и многие из нас даже не подозревают то что эти устройства или те или иные предметы были созданы благодаря исследованиям в области космоса и поэтому я вам хочу рассказать вкратце о них как предисловие хочу сказать что в конкретно я буду говорить о разработках наса опять же как на одной одной из наиболее старых и передовых организаций в этой области и хочу сказать что каждый год они выпускают бюллетень о том какие технологии были переданы коммерческим организациям для внедрения их в повседневную жизнь их на самом деле тысячи я расскажу вам всего лишь об 11 которые каждый из вас встречал в жизни и узнает их и так здесь вы видите станцию sky lab американскую запущенную в 70-х годах для жизни экипажа и первых исследованиях в области работы экипажа невесомости на протяжении длительного периода значит когда началась космическая эра стало очень много технических задач и вопросов одно из них было как защитить экипаж от пожара на орбите то есть на орбите в космосе при возникновении нештатной ситуации при возгорании чего-либо на борту нельзя просто выйти на улицу и подождать пока приедет машина пожарника поэтому там это особо актуальный вопрос и как раз для этой станции были разработаны датчики чувствительные для обнаружения пожара на этапе еще когда он когда материал клеит для обнаружения различных газов и дымов на данный момент эта технология приобрела использование в обычных штатных обнаружителях датчиках дыма которые спасли тысячи жизней и используется почти в каждом в каждом нормальном помещении и в этом тоже далее идем когда появились первые космические станции и пилотируемые летательные аппараты которые существовали там на орбите работали длительный период стал вопрос о необходимости их починки их ремонта дополнение оборудованием установление новых каких-то инструментов соответственно астронавтом которые делают выход в открытый космос понадобились инструменты соответствующие для того чтобы производить такие работы это портативные различные шуруповерты дрели и тому подобное даже закрутить или открутить гайку на орбите это очень тяжелая задача мало того что там минусовые температуры около минус 200 градусов кроме того перчатки астронавта они очень упругие и руки в них очень быстро устают астронавт не может руками просто взять и сделать какие-то работы в основном ему нужны инструменты для того чтобы элементарно взять какие-то мелкие части после того как наса начала разрабатывать нужные инструменты для этих целей они у них появились определенные наработки и они продали эти технологии коммерческим компаниям результате чего мы с вами имеем портативные шуруповерты портативные дрели и прочее устройство чем конкретно занималась наса для улучшения они были и до этого но они не были столь эффективными наса улучшила их двигатели и они из-за этого стали более экономичными и более эффективными в работе далее здесь вы видите типичный аппарат очистки воды на международной космической станции это уже новые модификации то есть на первых летательных аппаратах на первых станциях были намного более старые аппараты но они именно именно те технологии которые которые были разработаны для очистки воды детальной очень качественной очистки потому как на борту летательных аппаратов используется абсолютно вся жидкость это используются продукты жизнедеятельности астронавтов и потом они применяются обратно в пищу для того чтобы их эффективно очистить от различных примесей механических химических было найдено множество технических решений и все эти технические решения теперь используются в обычных бытовых очистителях воды далее здесь вы видите станции sky lab о которой мы говорили до этого это еда астронавтов на этой станции опять же была разработана в 70-х годах чем характеризуется работа астронавта на борту летательного аппарата тем что большая нагрузка физическая психологическая и умственная то есть большое количество энергии теряется астронавтам нужно восполнять свой минеральный баланс и очень питательную пищу получать ученые нас начали начали исследовать какие лучше всего ингредиенты добавлять в эту еду и после исследования водорослей морских увидели что эти водоросли содержат две аминокислоты которые содержатся в материнском молоке собственно эти разработки привели к тому что мы имеем с вами детское питание которым пользуются многие мамы здесь вы видите астронавта наса который стоит возле иллюминатора собственно это изобретение я думаю сейчас касается каждого у кого есть смартфон сейчас вы узнаете почему когда летательный аппарат летит в космосе или находится на орбите его минимальная скорость составляет 6-7 км в секунду к примеру международная космическая станция летит по орбите со скоростью 25 тысяч км в час столкновение с любым объектом микроскопическим на этой скорости приводит к тому что появляются большие повреждения на обшивке на стеклах и других элементах конструкции и поэтому при первых полетах заметили что это очень опасный фактор который может привести к гибели экипажа к провалу миссии и задумались над тем как разработать эффективную защиту особенно стекол для этого был придуман специальный состав которым покрывали иллюминаторы который защищал от микрометеоритов иллюминаторы стекла и сейчас эта технология эффективно используется в очках для защиты от сарапин и также в стеклах на ваших смартфонах здесь вы видите первого астронавта США Алан Шепард он находится в капсуле и перед полетом в космос полетел он через месяц после Гагарина то есть США и Советский Союз тогда соревновались США немного не успела для того чтобы следить эффективно за состоянием космонавта то есть люди тогда еще не запускались в космос было очень много спекуляций по вот тому вопросу как себя будет чувствовать человек не сойдет ли он сама в космосе что с ним может случиться ну мы конечно же учитываем что капсула герметизирована там обеспечены все условия для жизнедеятельности но все же были большие сомнения как и перед первым полетом на самолете ну и в общем перед любым неизвестным поэтому к нему было подключено множество датчиков в том числе ученые NASA разработали эффективный метод как в реальном времени следить за его давлением и за его пульсом для того чтобы определять опасные ситуации для здоровья и в результате этих исследований мы сейчас имеем с вами тонометры которые помогают людям за гипертонией и тому подобное здесь показан телескоп Spitzer это инфракрасный телескоп который обращается на орбите Земли это уже довольно современный аппарат он до сих пор есть на орбите аппарат телескопы инфракрасные разработанные до него при их разработке были найдены специальные технические решения и различные исследованные области науки которые не были исследованы до этого и эти исследования привели к тому что на данный момент у многих опять же мам и врачей для того чтобы измерить температуру ребенка есть инфракрасные термометры которые позволяют измерить температуру за одну-две секунды если кто пользовался знает далее вы видите спутник который только вышел на орбиту и его задача первостепенная задача является это развертывание своего поля солнечных батарей для того чтобы получать необходимую электроэнергию в полете от Солнца для того чтобы уменьшить вес этого аппарата для того чтобы уменьшить количество движущихся элементов и различных механизмов для развертывания этого этих панелей был придуман специальный сплав это сплав никеля и титана который имеет очень хорошую механическую память и после того как допустим пружина либо прут если его сжали из этого материала если его сжали он запоминает свою изначальную форму в которой он был создан и при выводе аппарата на орбиту этот прут или пружина просто освобождаются и развертывают эти солнечные панели без применения каких-либо дополнительных механизмов этот сплав был потом применен в таких вещах как брекеты для того чтобы проволока из этого сплава эффективно стягивала зубы до нужной до нужной конфигурации и без применения без докручивания подкручивания скажем так натягивания дополнительного и так далее здесь вы видите астронавтов NASA которые сидят в спейс-шаттле я думаю многие о нем слышали и видели что такое спейс-шаттл вопрос в том что при старте любого космического аппарата это экипаж на борту его ощущает большую перегрузку в районе 5 единиц то есть ваш вес тела увеличивается в 5 раз это огромная нагрузка на кости на мышцы и на другие органы внутри вашего тела поэтому для того чтобы минимизировать эту нагрузку и абсорбировать часть часть этой нагрузки кресла этих астронавтов были разработаны таким образом что поглощали часть нагрузки во время взлета был разработан специальный материал который эффективно поглощал опять же эту нагрузку и сохранял потом свою изначальную форму этот материал в дальнейшем был продан коммерческим компаниям и теперь применяется в изготовлении подошв кроссовок которые используются нами для бега для ходьбы значит здесь фотография просто женщины астронавта в данном случае речь пойдет о первых полетах женщин в космос то есть просто полет в космос он не подразумевает ничего такого сверхъестественного когда женщина летит на небольшой период но когда стал вопрос о том чтобы женщины выходили в открытый космос то есть совершали деятельность за пределами летательного аппарата в скафандре стал вопрос о том как обеспечить их жизнедеятельность а точнее отведение продуктов жизнедеятельности потому что для мужчин скафандры были уже давно разработаны собственно сам выход в открытый космос может длиться 6 и 7 часов то есть вы понимаете что за это время будет определенная продукт жизнедеятельности был разработан материал который мог поглощать который может поглощать в 200 раз больше жидкости чем весит сам эта дальнейшая технология была использована для улучшения таких вот вещей и последнее о чем я хочу вам сегодня рассказать здесь вы видите инерциальную инновационную систему аппарата Аполлон который использовался для высадки астронавтов на Луну он весит несколько десятков килограмм имеет большие габариты для чего используется этот элемент этот агрегат он используется для измерения углов наклона аппарата для измерения его перемещения в пространстве и других эволюций для того чтобы записывать его перемещение измерять угловую скорость и других целей как он помогает каждому из нас допустим для просмотра 3d видео для использования VR технологий такой же агрегат стоит у каждого смартфоне и занимает примерно вот столько места все это благодаря дальнейшим исследованиям ученых и разработкам NASA в этой области он был минимизирован до таких размеров и теперь умещается на нескольких миллиметрах в завершение хочу сказать что исследования космоса и вообще космические технологии их разработки это не просто не просто статья куда можно слить бюджет куда можно потратить огромную кучу денег и создать видимость работы в первую очередь это то что позволяет людям чувствовать себя людьми почему потому что у человека в природе заложено исследование неизвестного если бы люди которые жили в каменном веке не исследовали то что им было непонятно не проводили какие-то преодолевая свой страх преодолевая неизвестность не проводили какие-то вылазки из пещеры не смотрели а что будет так а что будет иначе мы бы не дошли до уровня который у нас есть сейчас поэтому в первую очередь это та отрасль которая двигает человечество вперед и все технологии на земле потому что впервые большинство технологий разрабатывается именно для исследования космоса и хочу сказать что на самом деле земля для нас на земле находясь на земле наша планета кажется нам очень большой и необъятной но находясь в космосе можно увидеть что это просто песчинка потерянная в бескрайнем пространстве здесь вы видите землю сфотографированную аппаратом Кассини с орбиты Сатурна то есть даже в пределах нашей Солнечной системы она уже особо не отличается от других звезд на фоне которые находятся очень далеко поэтому нам нужно нашу планету оберегать проводить дальнейшие космические исследования и я считаю что космические технологии это то что позволит человечеству в дальнейшем выжить как виду спасибо за внимание почему МКС называется пилотируемой станцией когда действительно она управляет со людьми не могут задать парамет или там все работает на автоматике любой космический аппарат который запускается в космос даже если это пилотируемый аппарат имеет функцию управления земли для подстраховки в случае потери сознания экипажа из-за разгрометизации и так далее в частности МКС не является исключением она может управляться как с борта так и с земли я сейчас объясню объясню да значит МКС летит на высоте 400 км над поверхностью земли или 250 миль атмосфера юридически находится до высоты 100 км но физически она постирается до высоты тысячи километров и более и даже на высоте 400 км есть еще значительная часть частиц атмосферы это водород кислород частицы водорода кислорода в том числе ионы которые задерживают станцию во время ее полета через атмосферу и со временем она теряет свою скорость при потере скорости она начинает приближаться к земле соответственно это может привести к падению ее на землю для того чтобы такого не происходило время от времени производится коррекция орбиты МКС ровно так как и других спутников околоземных которые на околоземной орбите и корректируется орбита высота добавляется скорость для того чтобы она заняла исходную траекторию планирует и не только на марс на астероид в том числе и нас в частности рассматривает сейчас точно так же как и роскосмос постройку базы на луне может кто-то из вас был на встрече с Рэнди Брестником был днепре он это астронавт наса и в Киеве я с ним встречался он рассказал именно по этой теме то что НАСА имеет огромные планы по освоению луны как перевалочной базы для дальнейших полетов к дальним назначениям такими как Марс Юпитер Титан давайте девушка какой что время обмена информацией я вам сейчас не готов сказать это в районе получаса в одну сторону дальность передачи сигнала ну время передачи сигнала то есть 23 миллиарда километров а делите на 300 тысяч километров получите время в секунду для этого на земле используется очень приемники с очень высокой чувствительностью то есть это параболические антенны это целая система антенны в частности в США и они принимают этот сигнал на летательном аппарате используется узконаправленная антенна которая позволяет сфокусировать сигнал в нужном направлении и она всегда направлена в сторону земли то есть это не все направленные антенны давайте с задних рядов там что вопрос вопрос о скопан да На самом деле, во время всех космических полетов и исследований была масса различных вариантов скафандров, были жесткие скафандры, которые позволяли сохранять хорошую подвижность даже при нормальном давлении внутри него. Сейчас используются полужесткие скафандры, то есть это наиболее оптимальный пока что вариант. Все зависит от материалов. Тут главная задача сделать так, чтобы скафандр был максимально удобным, при этом сохранялось давление внутри него. Если он будет мягким, он будет хорош для астронавта, но при создании давления, это как было во время создания первых скафандров, его раздувают просто как шарик, и он не может нормально двигаться. Из-за этого пришлось применить полужесткую технологию. Все зависит от материалов, от того, как развиваются материалы в данном момент времени. Сейчас был создан недавно материал графен, и он подает очень большие надежды в различных сферах промышленности, это постройка батарей и так далее. И он очень прочный, и небольшой по, скажем так, при небольшой относительной толщине. Поэтому я считаю, что его также могут тоненьше использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова